Но я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя. Здравствуйте всем! Это Зойкина квартира. Сегодня у нас будет такой ПП Мукбанг. Правильная, значит, еда. Немножко мы так разгружаемся перед Новым годом. Мы запекли курицу. Внутри я её начинила изюмчиком, черносливчиком. И сбоку мы разложили тыкву и апельсин дольками. Вот такой вот апельсинчик. Вот сейчас я буду пробовать. Вкусно это или не очень? Да. Со мной моя семья. Все за столом сидят. Вот. Но они уже это попробовали. Да. И мы сейчас их и спросим. Вкусненько это было. Понравилось, да? Очень. Очень? Пробую тыковку. Но ничего. Вкусненько. Я тыкву никогда, ну, вот так вот не готовила. Я обычно куда-то её добавляла. Такая тишина настала. Настала тишина. Ну, приехал, значит, из Москвы. Здрасте. Всё такое? Коля не узнала. Вот так вот. Хозяина не признала. А вдруг у меня никто не открыл воду? Как? Коля открыл. А, да? Господи. Значит, пить я буду сейчас. Чё это такое-то? Кубай. Легенда Кавказа. Газированная горная питьевая вода. А, видишь? О, газированная. Газированная. Сегодня я это буду. Прям как будто с гор. Да. С высоких гор спускается туман. Да. С крутой вершин. Да. Нет, говорят, это хорошая вода. Вкусная. А вот удобнее мне маленькие вилочки есть. У меня вот такая вот. Открыла для себя детскую вилочку. Может, она, кстати, не детская. Может быть, она для чего-то... Десерта. Для десерта, да? Да. Ну и что? Подумаешь? Мы в ресторан давно не ходить. Для фруктов. Выпендриваться не будем. Значит, вот я очень люблю, когда внутрь курицы добавляю изюм и, в общем, сухофрукты, да? Вкусно будет. Кто любит курицу? Я обожаю курицу. Я могу курицу есть. И чем угодно. На завтрак, на обед, на полный, на ужин. И даже без соли. О, кстати, знаете, есть разгрузка такая, да? Да. Целый день на варёной курице. Прям отвариваешь целую курицу. Без кожи. Без кожи только. И лопаешь. И целый день её ешь. Это разгрузка. Только её нельзя солить ни в коем случае. Нельзя. Потому что, когда ешь какой-то продукт, то первые 100 грамм продукта как бы вот усваиваются, идут вот эти калории, а потом уже организм привыкает и не очень это считывает. Поэтому хорошо худеть на каком-то одном продукте, разгружаться вернее. На яблоках, там ноги на огурцах, кто-то на твороге. Ну вот на яблоках я разгружалась. Это было весело. Яблоки. А что, удобно? Ну, по молодости. С собой яблок наберёшь в сумку и ходишь их, трескаешь. Удобно? У меня когда в положении было от тобой, у меня на разгрузку создают. Да, я тоже на яблоки, то на огурцы. Ну, на яблоках я нормально, а вот огурцы, я не любитель съесть килограмм огурцов за день. Вот, не любитель. А я вот тоже на огурцах не сидела. Вот один огурец я могу съесть всё потом. Какие у нас ещё там разгрузки есть? На кефире, да? На твороге, на кефире. На кефире я тоже я нормально. Сидела? Нормально. На твороге тоже хорошо. Просто на варёном мясе можно. Ну, говядину отварить постную. И вот тоже её есть целый день. Он тоже целый день её кушает. Вот, значит, апельсинчик. С апельсинчиком курочка вообще. Ммм, очень вкусненько. Так, ну что, кто мне расскажет? Приехал Марат. Да. Расскажи, как там в Москве? Очень грязно. По сравнению с Подмосковьем, там просто всё-всё в грязи. Всё в грязи, да? Всё растраивало. У нас тут зимние сказки. А здесь как в сказке? А я вчера видела, в Фейсбук выкладывала Лиля, видео, как снег идёт мокрый и всё тает. Так и есть. Да? Противно там. Ну, Москва, город, там кругом коммуникация. Конечно, всё тает сразу. Машин столько на дорогах. Конечно, всё превращается в грязь и в кашу. Кидают, наверное, тоже этот раствор, соль всякую. Тоже от этого. Реагенты, да. Да, у нас-то тут в посёлке не посыпают реагентами. У нас тут только песочком. То есть у нас тут и то мало совсем. Поэтому в этом смысле у меня, ну, более-менее в этом году прям чистые сапоги. Чистые брюки. Вообще класс. Ой, ну вот апельсинчик-то вообще вкусно как получился. Да, ребята? И тыкву вкусно получился. Она пропиталась апельсином. Ага, и тыква пропиталась апельсинчиком. Игорь говорит, ещё немножко метком сбрызнуть, но... Нам мёд нельзя, у нас аллергия. У кого-то аллергия, вот у меня сахарный диабет. В общем, мы без метка. Медок, кто хочет и так съест. Да. Вот, красота. Вкусненько получилось. М-м-м-м. Ой, как вкусненько. Я такая голодная. Причём мы не прям любители тыквы. Знаете, есть люди прям сумасуют. И прям как сезон они прям... Мы нет. Вот, но нам понравилось. Как получилось. Анечке ещё раз спасибо. Спасибо, да. Она на своём огороде тыковку вырастила. Ой, что-то у меня упало-то. Ой, ну курочка, курочка. В общем, курочка с тыковкой. С тыковкой. Да. Да. М-м-м. А курочка получилась как пропаренная такая. Угу. Не как. Обжаренная. А за счёт того, что сам апельсин, тыква, там сок получился. На весь противень пол тыквы прямо у нас ушло. А тыква была большая. Два апельсина. Тыква огромная. И две курицы. И курица получилось как бы пропарилась во всём этом. И она поэтому именно подходит вот для здорового питания. Я думаю, что в принципе можно было бы прям заложить целиком курицу. Но если противень был бы чуть повыше. Повыше, если бы было, да. Или надо было класть в кастрюлю, в такую специальную какую-то, типа, как это называется, сотейник или как называется. Вот я эту тыкву резал, с трудом резал, резал, смотрел на её форму и думал. Говорят, головка тыковкой. Приплюснутая. Какая же это такая башка должна быть. Головка тыковкой. Приплюснутая, да. Она не только приплюснута, она ещё вот этими такими. Тыквы бывают разной формы, короче говоря. Ну вообще, конечно, вот дети. Зоя маленькая была, у неё тоже голова такая была нестандартная. Вот какая-то футболочка, кофточка. Но у неё было очень трудно одеть. Такая башка была. Потому что у неё голова как-то была в этом месте крупная. И я, когда в положение ходила, у меня врачи всё время так через живот щупают же врачи. И она мне всё время говорила, у вас будет очень крупный ребёнок. Куда бы мне косточку положить? Большая голова. Салфеточка куда-то от меня уехала. Зоя, у тебя какой размер головы? У неё маленький размер головы. У меня? Да что-то у меня не очень большой. Я вот шапку-то могу себе маленького размера заказать. Да, она. Просто за счёт того, что, например, я себе беру... Нет, я себе беру всегда шапку лучше, 54-го размера. Да, у неё видишь. Или 56-го. Беру 56-го. Да, беру 56-го, потому что у меня волосы, да, потому что если я прям одену, прям вот так вот, волосы примнутся. Я люблю побольше шапки. Ну, это понятно. А так у меня 54-й. А я-то, у меня-то голова вообще большая, хотя я намного ростом меньше, Зоя. Да. Точно на 10 сантиметров. А у меня голова, ну, как шляпу, если я покупала, помнишь, одно время мне захотелось, пальто и шляпу. Я не могла купить. У меня где-то есть фото, я в твоей шляпе. Да-да-да, потому что у меня прилично. Мне 60-й надо размер. А у Зоя его 54-й, голова маленькая. Но у неё в детстве был приличный такой вот это место. У тебя моя фуражка как раз была. Кстати, дедушкина генеральская фуражка у меня прилично. А на внешний вид тоже вроде... Да, у дедушки у меня размер был. Да, у папы тоже был. Да, и у тебя тоже, да. Фуражки мне ваши великие прилично. Так что... Всё это обман. А у Марата не очень большая голова. Такая же, как у меня. Ну, у тебя тоже не очень большая голова. А ростом они высокие. Я мужики себе по голове выбирала, понимаете? У Марата тоже лоб-то хороший. Лоб хороший. Да. Вот. Бывает у человека лоб узкий. Вот в чём проблема. Вот это не очень хорошо. Лоб узкий, ну да. Ну, так и говорят. Лобик у тебя узенький вроде как будто. Да. Ну, что ж. Намёк. Да. Там ещё много от чего зависит. Значит, буду кучку сейчас так взорвать. Так что самое главное, что лоб был нормальный. Да, кульца хороша получилась. Нежная такая. Ага. Попиталась этим соком. Прямо она во рту тает. Да, 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 да. Да? И рецепт этот надо запомнить. С тыквкой. Хочу его запоминать. Это рецепт выдуманный. Зайна меня утром ругалась. Говорит, скажи рецепт. Сейчас, подожди. Я имела в виду, потому что она мне не объяснила. Я думала, ну можно побольше кусками порезать. Нет никакого рецепта. Где я тебе возьму рецепт? Да я сама не готовлю. Я всегда готовлю, когда спрашивают, что вы чего там положили. На глазок положила. Я просто где-то видела, что кто-то там на сковородке обжаривал и добавлял туда сок этого самого апельсина. Ну, так у меня это в памяти осталось. А ты же хотела и две курицы. А я хотела. Я хотела много чего. И чем-нибудь завалить. Вот пришлось всё это сочинить на ходу. Ещё как ещё тыкву порезать. Мы ещё внутрь, кстати, немножко напихали тоже этот... Размер. Как её? Тыквы, да. Всё пришлось на ходу. В общем, тыква дала хороший сок курице. Она такая варёненькая получилась. Ну, только сверху такая корочка у неё. В общем, как говорила моя хорошая, знакомая, подружка Светлана Георгиевна, если я всё хорошее туда положила, чё ж плохо-то получится? Чё ж невкусно-то? Да, действительно. Чё невкусно-то? Очень даже всё вкусно. Я же всё хорошее туда положила, дорогое. Какие продукты Светлана Георгиевна. Хорошее положила, да. Класс. Когда всё хорошее-то, тыква, курица, чернослив, изюм, апельсины. Чё ж невкусно-то? Да. Чё ж невкусно-то? А ситрину можно испортить только дёгтем. Вот именно. А зачем дёгать в апельсину класть? Ну, когда? А чем ты ещё её испортишь? Всё остальное будет как приправа. Всё остальное будет. С ситриной ты всё слупендишь. Смысл такой. Положил всё хорошее, и будет всё нормально. Кто любит косточки обгладывать? Я люблю. Ты любишь, Марат? Марат не любит, терпеть не может. У меня папа даже от ножки косточку даже сживал. Разгрызал и живал. Пожуёт. И, ну, когда он не ел это, он выплёвывал потом. Я говорю, пап, ты чего? А он говорит, самый сок в косточке. И прожил долго. Да. Так что это у кого какие зубы просто. А зубы у него были отменные. Да. Все свои. А потому что дедушка на фронте... Ни разу ему зуб не удаляли. На фронте они мылом зубы чистили, да? Да. И очень любил он молоко пить. Обязательно каждый день молоко. Могут передать вилочкой уже. И на фронте. И потом у него была привычка. Мы когда вот на даче, он мылом зубы чистил. Прямо хозяйственным мылом. А как на фронте по-другому? Я, кстати, пробовала чистить хозяйственным мылом зубы. Ну, не очень вкусно. Зато... Ну, на фронте, я думаю, там уже... Я же раз такая зубная покупаю. Что хочешь хозяйственным мне не покупать. Все, все. Значит, что? Доела я. ПП еду. Смешное слово, да? ПП. Мама как его так тут не переводила? Как только его не склоняли. ПП это... Я переводила правильное питание. А как ПП переводит? Так и переводится правильное питание. Просто наша богатая фантазия выдавала разные версии. Ну, ладно. Ну, это мы можем. Это мы можем. Так что вам всем правильного питания. Перед Новым годом. Ну, хотя бы чуть-чуть надо. Хотя бы недельку. Может, полторы продержаться. Чтобы потом как врезать по салатику оливье. Кубайчик. Но он не Кубайчик, он Кубай. Кубай. Понравился? Ну, да. Она такая несоленая. В общем, обычная газированная вода. Похоже просто на... Ну, как типа акваминералия. Нормальная безвкусная вода. Ну, зачем ты болтаешь-то? Хорошая вода. Вот так вот. Это такой юмор у нас. Не обращайте внимания. У моего папы юмор. Тонкий юмор в коротеньких штанистах. Пейте воду Кубай. Будете здоровы и красивы. Да? Который снял. Ладно. Пейте воду Кубай. Будешь умный, как Гайдай. А Гайдай это операцию снял. Да. Пейте воду Кубай. Будешь толстый, как турецкий бай. О. Да, подходит. Кубай-бай. Кубай-бай-бай. Ну, всё. Всем бай-бай. Пока. До свидания. А Зуя ещё снимала. Вот так. Ну, ладно. В общем, повыпендривались. ПП сняли. А следующий у нас будет, как всегда, каждый день. Да? Это что? Тазик салата. Тазик салата. Ну, тазик салата ещё рановато. Значит, а следующий смотрите наше видео. Продолжаем мы открывать адвентированность. Адвент-календарь. Пробовать новые чаи. И, значит, это будет адвент-календарь ПП. Но ПП будет переводиться в этот раз по-другому. Предновогодние пирожные с чаем. Да. ПП. Всё. Предновогодние пирожные. Ну, я же знаю, что ты мой. Не прячь улыбку в телефоне. Не убегай от встречи вновь. Пойми, что я твоя.